Дорогие друзья, здравствуйте, Саля Мецисбе. У нас сегодня не простой подкаст, у нас сегодня подкаст между Чимкентом и Сан-Франциско. Сегодня гость, победительница конкурса «Экс-фактор». Я говорю «победитель», второе место — это победитель, это призёр, который сейчас очень подробно нам расскажет, какой был приз в итоге. Сейчас у нас Гулистан Ахмерова. Здравствуйте, Гулистан. Всем здравствуйте. На канале выйти, очень рада, что вы меня позвали. Большое вам спасибо. Мне будет интересно поделиться ощущениями, посетлениями и рассказать какие-то свои эмоции. Это было бы здорово, если вы рассказали это всё нам, потому что всё-таки, как говорится, по горячим следам ваши ощущения, эмоции нам всем очень интересны. Тем более мы разговаривали с Норбергеном Мохаммедом, который был вашим куратором, и он немножко сказал, немножко открыл дверцу, рассказал нам некоторые детали, как он вас готовил к конкурсу. Сейчас те же вопросы зададим и вам. Но первый вопрос, это вот раз уж я задала вопрос о призе, какой приз всё-таки вы получили? Мой приз – это мой опыт, потому что приз на нашем проекте присуждался именно победителю. Победителем стал тот человек, за которого больше всего дали голосов наш казахстанский народ. Это была девушка Улпан Джумабек с Костаная. Она стала победительницей. А мы, то есть трое гранд-финалистов. Но для нас это в любом случае тоже победа, большой опыт и тот багаж, который мы можем вынести в мир. Вы приняли участие в таком большом конкурсе, где голосовал весь Казахстан. Вы почувствовали, да, со стороны своего региона, откуда вы, что вот такая вот поддержка мощная от населения, там, где вы живёте. Это огромная работа, не только моя. Мой талант – это какой-то процент работы. В основном вся работа – это действительно голосовавших, потому что без них у меня бы ничего не получилось. У нас такая именно… Ну, такая система у нас голосований. Именно народ решает, артисты, достоин ли ты или нет. И, конечно, я безумно благодарна своему городу. Столько людей меня поддержало. И не только город, между прочим, даже из других городов. Очень много людей было голосовавших. Даже бывало так, что с городов соперника за тебя голосуют. То есть люди там некоторые отдают предпочтение именно твоему таланту. Это вообще было неожиданно, но приятно. Расскажите о своих эмоциях после конкурса. Какие у вас сейчас эмоции? На самом деле я как будто бы выпала в другую реальность. У нас есть общий чат, где мы общаемся с финалистами. И у всех такое подвешенное состояние. Очень тяжело отойти от этой жизни, где всё в софитах, где ты, можно сказать так, звезда вокруг тебя крутится, постоянно делают из тебя звезду. Лучшие стилисты города с тобой работают. И каждый раз уроки вокала. То есть это действительно такая, знаете, кусочек твоей звёздной жизни во всей твоей эпохе рождения. У меня такого не было никогда. Поэтому сейчас новыми силами я хочу уже войти в новую жизнь, открыть для себя новые границы. Но отходить от проекта чуть-чуть тяжело, потому что это были незабываемые три месяца в моей жизни. Нурберген сказал о том, что он буквально тогда, когда вы пришли на проект, вы были как Маша Распутина. Голос, как будто народный такой голос. И он говорит, сколько мы не работали бы, мы выбивали буквально вот тот голос. И вот новый голос приходил каждый раз в Гулистан. Это, говорит, не только был голос, это был имидж. Это был имидж, это был стиль. Мы полностью изменили Гулистан. И она в конце концов сказала, поблагодарила, сказала, спасибо вам большое за такую огромную работу. Я сама себя не узнаю. Я совсем другая. Это так? Это так. Потому что в начале моего пути все наставники выделяли то, что у меня тембр отличается от других участников. Я пела низами такими крепкими. Почему-то мне казалось, что это стили как раз-таки американских исполнителей. Там Адель. Меня, кстати, часто сравнивали. Но у меня он был почему-то более открытый. И Гульжиан Успанова, преподаватель по вокалу, она всегда говорила, ты как Маша Распутина поёшь, у тебя вот такой вокал. И все смеялись. Потом на каких-то именно эфирах уже начали замечать другие наставники и говорить, слушай, у тебя такой большой именно диапазон вокальный, почему ты поёшь только здесь. И Ева Бехипсед говорила, ты поёшь кандова, ты поёшь топорно. И случилась даже ситуация, где они с Нурбергеном чуть-чуть повздорили в эфире за это, именно за это высказывание. Ему это очень не понравилось. Он за меня заступился. Но мы, как сказать, учли какие-то замечания. И потом вместе с преподавателем и с Нурбергеном тоже работали над другими вокальными позициями. Я начала понимать, что я могу петь по-разному. Для меня это было тоже открытие. То есть я могу и вот так петь, и вот так, и вот так. Потом он каждый раз выделял и говорил то, что ты даже не знаешь, на что ты способна. Ты даже не знаешь, ты недооцениваешь себя. И так было приятно вообще слышать от своего наставника такие комментарии. Вы на самом деле сделали большой прогресс. Вы сами чувствуете, что вы изменились не только как профессионально, но и личностно? Чувствую, конечно, потому что я чувствую себя уверенней. Я могу спокойно вступать в диалоги, могу открыто разговаривать о том, что я хочу преподнести, что я хочу именно передать эмоционально. Также вокал, конечно, у меня стал крепче. Я уже не боюсь разных тяжелых музыкальных композиций, потому что на проекте так получилось, что я пела очень тяжелые песни, особенно к концу проекта, что постоянно Нурпироген Мохамбетов выделял, что у меня одни из самых сложных вокальных песен на проекте. Для меня было страшно, но мы справлялись, и я думаю, что теперь, как сказала Дина Сахмадиева, я езжу по плечу. Ну, то есть начинаешь с себя верить, начинаешь понимать, что народ не просто так за тебя голосовал, что у тебя есть действительно талант, и есть куда еще расти, еще много расти, но ты хотя бы уже свои возможности начинаешь верить. Келовеку, который никогда не был на большой сцене, тяжело выходить? Каковы были ваши первые эмоции? Так получилось то, что именно концерты прямых эфиров открывала я. То есть первый мой был номер, еще у меня была песня «Новогодняя», «Звенит январская вьюга» с шоу-балетом, нашими хореографами. И, конечно, это вообще было волнительно. То есть и большая сцена, еще и новогодний эфир такой, предновогодний. Это было очень ответственно открывать концерт. Ноги дрожали ужасно. Прям вообще я вышла, я говорю, успокойся. Я половину вещей позабывала именно в хореографии. И лицо, вроде бы, ты улыбаешься, но видно вот такой страх просто на бровях. Какой-то страх мне проседал. Это было действительно страшно, зная то, что на тебя смотрят миллионы казахстанцев, и от тебя сейчас зависит судьба, как дальше будет двигаться. А были ли на проекте курьезные случаи какие-либо? Ну, прям каких-то курьезных не было. Потому что иногда были какие-то сопротивления в плане песен. Да я не могу, да я не буду. Были моменты, что стилисты одевали меня в образы, такие, которые подходят под мою песню, но казахстанский народ не принимал. Часто в комментариях писали хейт по поводу моего внешнего вида. И я каждый раз, приходилось мне отчитываться у простого, как сказать, у зрителей, то, что это не я, это мне дали, да я не хотела, да вы что, нет, я не такая. Ну, потом мне сказали... Да, у меня были сценические шорты, это был образ Марлен Дитрих и наш стилист на проекте. Ну, действительно, это было красиво, но, как сказать, менталитет Казахстана, они все это поняли. И мне говорили, будь готова к тому, что тебя могут сейчас начать хейтить, то, что вот ты в таком виде вышла на фоне народной певицы. У нас девчонка была, у панка, которая стала победительницей, и у них всегда были такие благородные образы, ну, может, так не национальные. И тут я выхожу, и себе пишут, труса, хуя, шла, позорница, как не смысл. Да-да-да-да, я думаю, ну, я же артист. И потом мне начали говорить и педагоги, и Нурберген тоже говорит, почти не считай такие вещи. Но именно в этот день я попала в опасную зону, и я не добрала голосов. Почему-то я посчитала, что это именно из-за образа, хотя он мне очень нравился. Я как артист там перевоплощалась, но люди почему-то не принимали. Многие писали, ты должна была знать, в чём они тебя одевают, тем более из Шенкента. Хотим за тебя голосовать, но, пожалуйста, одевайся скромнее. Я говорю, это не я решаю. Меня одевают лучшие стилисты, я полностью доверяю всем стилистам, всем образом, поэтому попростите, оценивайте талант. Вот. И я такая злая вышла на песню спасения. То есть тот, кто не добрал голоса по сюжету проекта, по правилам, попадает в опасную зону, где он соревнуется со вторым участником, который тоже не добрал голоса, песни спасения. Я вышла на песню спасения, песня спасения у меня была такая на казахском языке. Я такая злая вышла, потому что спела я достаточно отлично, все меня похвалили за песню в перьях. Но я говорю, как мне все хвалят, говорят, что это мой лучший номер. Я раз не добираю. Обидно было, очень обидно. Но ничего, потом уже приучился народ. Да, мы на вас очень переживали. Особенно мы переживали тогда, когда между собой судьи начинали. Там, значит, конфликтные ситуации были какие-то. Вы как эти конфликтные ситуации пережили? Вам не тяжело было после этих конфликтных ситуаций? Я понимала, что это моменты шоу. Какие-то все-таки это телевизионное шоу-проект. И интереснее, конечно, наблюдать то, что когда наставники, какие-то перепалки случаются. Но я слышала объективную критику. Я ее, конечно, воспринимала. Были моменты, когда Ева говорила то, что вот, Нордберген, ты как-то странно смотришь на Гулистан, у тебя чувства к ней проснулись. То есть я же понимаю, ну какие-то глупости. И я понимаю, что... Я потом подсказала на следующем эфире, то, что элит не как братья, а Нордберген как отец, чтобы люди, люди, потому что в комментариях они очень ведомые. Им как скажут, они... А, да, смотрите, вот, да-да-да, она как-то так смотрит. То есть люди начинают прислушиваться к мнению наставников. Еще у них часто случались перепалки между Евой Бехер и Нордбергеном Ахамбетовым. Все это какие-то обидные слова. Опять же, у меня там на предпоследний эфир у меня был такой яркий образ ретро-песни. Мир, ты мой новый герой. И у меня был опять такой открытый образ. И Ева все равно отмечала. Но я думаю, что это какая-то стратегия, потому что, конечно, все пытаются выделить своих участников. Но я за что очень рада, что попала в команду Нордбергена. То, что он никогда не вводил никакие интриги. Он объективно оценивал меня, объективно оценивал всех других участников. Его критика была тоже такая, знаете, уместная. То есть это самый лояльный, самый комфортный член жюри. А вы с кем-нибудь дружились? Эти все участники стали мне как семья, потому что мы туда приехали, никого не знаем. Вместе кушали с одной ложки. Кушали вот эти вот дошираки, потому что на проекте не было возможности именно шоковать как-то финансово. И проходили все трудности как команда. Друг другу советовали. И все ребята на проекте стали у меня друзьями. Сейчас мы в чатах общаемся, очень скучаем друг по другу. Три месяца абсолютно в другой жизни и с другими людьми. И, конечно, ты с ними сдружился. Мы сказали, что мы будем друг другу ездить на концерты. Да и бог. Какие сейчас планы у вас? Это будут, наверное, какие-то уже большие конкурсы? Раз вы прошли республиканский конкурс, X-Factor мы считаем как республиканский конкурс. Следующий, наверное, будет международный? Очень хотелось бы на самом деле, потому что это другой уровень. Я считаю, что X-Factor, он республиканский конкурс, но при этом народный. И это как не вокальный конкурс, это больше телевизионный проект, шоу, где нужно показать себя и заслужить любовь зрителя. Не в зависимости от твоих возможностей и талантов. Потому что, к сожалению, проект покидали очень талантливые участники, которые, может быть, даже вокально, там, предположим, сильнее меня были. Но народ голосует так, как чувствует. И, конечно, мы очень благодарны за то, что эти голоса привели куда-то. Но следующий конкурс, даже если я пойду, хотя в планах пока нету, прям каких-то именно целей, то это будет именно проект, где решают только профессионалы, а не зрительское голосование. Я хочу уже уровень того, чтобы именно профессионалы меня оценивали и считали, прохожу ли я дальше, могу ли я больше. Хоть я на проекте росла, но хочется именно вот свои таланты проверить. Какой вы считаете конкурс более объективный и более сложный? Народный, вот как народное голосование или всё-таки профессиональное голосование? Где в жюри сидят профессионалы и они оценивают вас? Вообще, если честно, и тот, и тот тяжело сравнивать, потому что там ты заслуживаешь любовь народа, именно народ делает тебя артистом, либо не делает. То есть получить народную любовь это тоже многого стоит, это нужно постараться. Каждый голос для нас был важен и, конечно, мы все старались. Но при этом нужно выйти достойно спеть, а не так, чтобы тебя только народ тащил, а ты там на фоне других участников поёшь средненько. Нужно доказывать было, то, что ты имеешь право здесь быть. Каждый раз, каждое выступление было вокально сложнее предыдущего, но при этом я очень слушала всех наставников, потому что с каждым эфиром они мне больше меня хвалили. Зима Сахмадива вообще говорила, что она на концерт ко мне хочет прийти. Для меня это было выше всех похвал, потому что заслужить от такого артиста. Лео Капов тоже сказал, что я как будто на концерте себя чувствовал. как будто он забыл, что я на ком. Да, я так расслабился, что вот я чувствовала себя как будто я на концерте сижу какой-то уже известной певицы. Так же он, по-моему, сказал? Да, он так выделил. Для меня, я думаю, ничего себе, то есть такого уровня уже звёзды так отзываются, мурашки вызывались, дельно Сахмадива. Но это большой успех, и я думаю, что если у меня всё сложится, я ещё вернусь на большую сцену. Хотя на самом деле это большой труд, и за проектом это намного сложнее сделать, потому что здесь ты уже сам за себя. Я хотела бы узнать объектив на самом деле то, что кастинги и прослушивания были в открытом порядке, что каждый мог прийти, пройти кастинг без проблем абсолютно. Но я хочу вам сказать, у нас есть один подопечный на канале, у него очень хорошие голосовые данные, у него половина репертуара, это репертуар Димаша Кудайбергена. Ну вы же припонимаете, какие песни у Димаша Кудайбергена. Это нелёгкие песни, так вот. И мы как бы у него потихоньку спрашиваем, ну как, ты смог на X-Factor пройти на кастинг? Он говорит, вот хотела у вас спросить, как проходил кастинг, как вы вообще, как вы подавали заявку? Я, допустим, сама подала заявку очень спонтанно, я просто сидела и думаю, почему бы не попробовать, так хочется на большую сцену, так хочется миру себе показать. Я просто в Телеграм отправила пару своих видео дома, вот здесь вот так, акапельно записала, и забыла про это. Думаю, ну не звонят месяц, ну значит не судьба. И хотя я смотрела предыдущие кастинги, я знала то, что я достойно могу пройти, хотя бы кастинги точно пройдут. И что-то они молчали. А потом через месяц мне позвонили, сказали то, что вы приняты, мы ждем вас на съемке, именно уже аудишены, телевизионные, которые выйдут в эфиры. Я не очень ожидала, так обрадовалась. И когда я туда приехала, было очень много талантливых людей. Если здесь я у себя в городе чувствую себя достаточно уверенно, вокально я знаю то, что я могу себе показать, что у меня действительно такие данные. Но когда ты туда приезжаешь, там столько голосистых. Там один распевается, второй тут распевается. Думаю, блин, офигеть, как меня примут. Я что-то такая средненькая на фоне них. Еще именно мое выступление было почти последним в день. Уже жюри сидели с самого утра и принимали заявки, слушать каждого. Это очень сложно, я думаю. Еще все поют по-разному. У всех же есть какие-то рамки. Они же не могут всех взять. И я вот пришла, я спела сложнейшую песню. Если честно, я не прям до конца ее вытянула на кастинге. Это был роллинг, Винциди, Падель. Хотелось показать свой вокал. На фоне переживаний воздуха не хватило. Начали говорить замечания, но сказали два да, одну нет. Я думаю, ага, здесь еще надо попотеть, чтобы пройти. Я не скажу, что кто вылетал, неспособный или меньше талантливый. Там были такие шикарные голоса. Но, видимо, для проекта нужны были разные участники, разные темпы. Ты знаете, как на шоу «Голос», там бывают очень голосистые участники, вот прям действительно шикарные голоса, но не поворачиваются, не нажимают вот эту кнопку, потому что говорят, ну, у меня уже есть такой вот примерно голос, мне нужно для моей команды другого еще набрать. Может быть, такая позиция, честно, я не знаю. Не повезло ему, может быть, да, кто его знает. Ну, говорит, я подавал, но даже, говорит, мне не позвонили, ничего. Обидно, Я не знаю, вот я не знаю, какая политика, но что скажу точно, то, что в финале мы были все разные, абсолютно, вот ни с кем, ни с кем никак не сравнишь. Один так поет, другой так поет, что вокально мы были разные, что внутренне. Мы очень друг от друга отличались, может быть, поэтому это был один, как по мне, из самых интересных сезонов. Ну, может быть, потому что я там участвовала, не знаю, но то есть уже был другой уровень, юбилейный сезон. Да, юбилейный. Очень интересные были гости этого проекта в этом году, в том числе Алио Кап. Где-то в интервью победительница конкурса Упан Жумабек сказала о том, что она очень переживала за свою песню, она же пела, по-моему, песню Розы Рымбаевой в этот день. У вас были такие моменты? Вы же тоже, по-моему, пели чью-то песню, и кто-то присутствовал в это время на концерте. Ну, вообще, это очень большая ответственность, я так думаю, потому что мы за кулисами общались, и Упан говорит, «Блин, как я сейчас там спою, мне так стыдно, что сидит сам, можно так сказать, главный человек, который действительно за эту песню больше всех знает, и она очень переживала». Каждая по-своему это передаёт. Я пела песню на зимы, на зимы не было в этот вечер, но она меня отметила в социальных сетях после того, как я спела песню её «Беги». Она закинула себе в сторис, она говорит, вот она поёт, как интересно, она мне написала, поддержала меня, говорит, «Желаю вам победы, но если вы не выиграете, не переживайте, я тоже не выиграла». То есть это был тон-тон намёк, что они все победители выигрывают, потому что она стала достаточно популярной по СНГ, и это очень успешная артистка. Но для меня, конечно, было волнительно, потому что я её песню спела вообще по-другому, не так, как она. Но может быть, это и хорошо, потому что Дельнас это выделила. Она сказала, я не люблю, когда делают точно так же. Нужно делать по-своему, но при этом оставлять тему музыкальную, о чём песня, но то сделай её по-своему. Оставляй главную партию, главный сюжет. Да, это очень интересно, конечно, то, что всё было, то, что это как бы она всегда останется в вашей памяти. Как бы ни сложилась в дальнейшем судьба, это останется у вас в памяти на всю жизнь. Какие планы на будущее? После того, как я приехала с проекта, мои дни как будто такие серые. Я понимаю, что тебя как птенца выпустили, и ты дальше должен сам. Самому на самом деле очень сложно куда-то пробиться, и нужно очень много работать и стараться. Я хочу записать свою авторскую песню, но это тоже большой труд, потому что у меня появилась аудитория в Инстаграм, которые ждут моих хитов. Говорят, мы за тебя голосовали, ты артистка, мы видимся на большой сцене, давайте свои хиты. Я всё это вижу, понимаю, конечно, мне хочется, они меня мотивируют, но в то же время я понимаю, что это большая работа, также и финансовая работа. Я очень хотела на самом деле взять победу, потому что как минимум это и финансовый выигрыш, финансовый продвижение артисты играют главную роль. Я думала, что я смогу себя продвигать, записывать, обращаться в студии, какие-то клипы делать. То есть полностью на свою ответственность мне это помогло бы. Но сейчас я вернулась с крутым багажом знаний, и я думаю, что всё получится. Я вообще и планировала и в Алматы переезжать, у меня появился спрос в городе на мою работу, на уроки по фортепиано, на многие ученики. Но не хочется стоять на месте, возвращаться туда же. Откуда? Как это всё началось? Мне нужно дать себе время именно вокально понять структуру, вот это вот, как правильно донести до публики своё творчество. Но я хочу дарить своё творчество, и если постараться, это мне приведёт к моей мечте. Я не собираюсь закругляться, но практика жизнь не закончилась, крутые эмоции, но это наоборот. Знаете, я думаю, что даже хорошо, что я не победила. То, что мне все говорят, для другого человека победа — это достижение, а для тебя это просто трамплин. И если бы я победила, мне было бы, вот, всё, победа, всё, класс, победила. А тут, когда ты стоишь вот так вот, чуть-чуть до победы, и вот нету этой победы, именно, тебе хочется ещё больше вот расти. Это как, вот нет, я сейчас сделаю, думаю, что всё получится. Да, мне кажется, здесь на самом деле я согласна с вами, нет разницы, победитель ты или нет. Вот Димаш Кудайберген тоже взял, занял второе место в китайском конкурсе, да, Сингер 2017, но ведь он же, от этого ему уже не стало, наоборот, он был мотивирован дальше работать. Так что у вас практически такое же положение, как у Димаша Кудайбергена. Уровнем, конечно, достаточно ниже, но мотивацией и вот желанием что-то делать, я думаю, что да, есть схожесть в ситуациях. Но я думаю, что Димаш Кудайберген тщательно наблюдает за нашим музыкальным шоу-бизнесом, новыми звёздами, а вы являетесь новой звёздочкой сейчас у нас на нашем музыкальном небосклоне. Я желаю вам всего самого наилучшего, творчества дальнейшего развития, успехов больших. Вот вы сказали народный артист. Народный артист это достаточно высокое звание. Это вот оно в памяти народное остаётся. Вот вам кажется, что а, для народного артиста и всё. А вот вы знаете, в некоторое даже время какое-то вам скажут, ты же была народной артисткой. Это большое звание быть народным артистом. Это любовь народа к вам. Представляете, большого, многомиллионного Казахстана, который голосовал и отдал за вас голоса. Вы просто ещё до конца не понимаете, потому что всё-таки вы ещё находитесь в послеконкурсном состоянии, но это достаточно большое достижение. вам хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы все ваши планы осуществлялись, как творческие, так и в жизни. Пожалуйста, участвуйте в других конкурсах, мы будем опять же за вас голосовать, ездить за вами, как мы ездим за Димашем Кудайбергеном по всему миру на все его концерты. Поблагодарить вас хотела за то, что вы согласились принять участие в нашем подкасте, потому что я знаю, что у вас наверняка времени нет. Я попросила, честно говоря, скажу зрителям, попросила Нурбергена Махамбетова, который является вашим наставником, чтобы он попросил вас. И, ну, естественно, вы могли отказать, но я еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня поделились таким счастьем, такой радостью с нами. Мы будем чувствовать, что вы, вот на самом деле, ну, мы уже чувствуем все ваши эмоции. Мы с вами, Калистан, мы всегда с вами. Большое вам спасибо. Для меня, наоборот, я очень рада поделиться эмоциями, потому что, когда тебя переполняют, хочется, наоборот, людям отдавать эти эмоции, благодарность, благодарность народу, благодарность вообще каждому человеку, кто меня мотивировал. Мне кажется, что я как будто, когда я что-то говорю о проекте, о своем пути, яркие краски приобретаются, и начинаешь дальше в себя верить, такой, нет, сейчас все получится, столько людей действительно. Я вам очень благодарна, я была, наоборот, рада поделиться какими-то моментами с проекта, своими впечатлениями. Я надеюсь, что все сложится хорошо, и вы меня еще увидите. Наш канал называется «Димаш Сан-Франциско», и он посвящен полностью Димашу. Ну, а вы знаете творчество Димаша Кудайбергена. Я еще раз говорю, он новая, испеченная звезда. Может быть, вы что-нибудь пожелаете Димашу, раз вы сейчас находитесь на нашем канале? На самом деле для меня большая честь что-то желать Димашу Кудайбергену, потому что до его уровня еще расти и расти, много-много. Единственное, что я хочу пожелать, больше радовать нас своим творчеством, мотивировать начинающих артистов, потому что именно его история дает надежду на будущее, на эти цели, на мечты, которые вполне могут исполниться. Вот такие большие, такие яркие артисты. Большой пример. Вот для меня это огромный пример. И мне очень часто об этом говорят и приводят такие примеры. Не вздумай сдаваться, ты посмотри вот на нашего, как вот сложилась судьба, как сложилась. Поэтому я просто хочу больше творчества, больше вот этих вот закаляющих моментов. Я думаю, что мы все, как сказать, внутри замотивированные артисты постоянно смотрят, наблюдают за нашими звездами, которые состоялись. Еще раз благодарю вас за участие. Всего вам доброго, всего самого наилучшего. До свидания. Таня, спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok